Всем привет! Меня зовут Лена и в этом видео мы продолжаем создавать планировщик бюджета в Notion. В первой части мы уже сделали таблицы для учета финансов, баланса по месяцам с остатком по ним и создали копилку. Во второй части, то есть в этой, мы создадим базу данных, которая будет высчитывать общий доход и расход по всему периоду, объясню, как ввести копилку, чтобы статистика не нарушалась, создадим переходящий остаток и таблицу для общего учета копилки. Ссылку на первое видео вы найдете в описании, ну а мы переходим к следующему шагу. Итак, нажимаем плюс и создаем новую базу данных в табличном представлении. Даем два одинаковых названия – общий доход и расход. Второе скрываем. Колонку текст удаляем, текстовую колонку называем учет и оставляем только одну строку. В ней пишем доходы и расходы. Теперь создадим две связи. Одну с таблицей учета дохода, другую с таблицей учета расхода. Создаем колонку со свойством Relation, связываемся с таблицей доход. Перетягиваем ползунок, нажимаем добавить связь. Поднимаемся в таблицу учета дохода. Если связь не появилась, вытягиваем ее из скрытых. Если появилась, то нажимаем на ячейку, кликаем доходы и расходы и растягиваем на всю колонку. Таким же образом создаем еще одну связь, но уже с таблицей расход. Готово. Возвращаемся в таблицу общего учета и скрываем колонки связи. Далее создаем колонку со свойством Relab, называем ее доходы. Указываем, что берем данные из таблицы доход, нажимаем на property, выбираем сумма, далее кликаем calculate и выбираем sum. Дополняем статистику индикатором выполнения в виде полосы. И таким же образом создаем еще один Relab с названием расходы, только данные берем из таблицы расход. Таблица готова, осталось придать ей галерейное отображение. Нажимаем на название таблицы, Edit View, Layout и выбираем галери. Ниже кликаем Card Preview, Page Cover, чтобы добавить изображение и Card Size, размер, Medium или Small. Возвращаемся назад, кликаем Properties, скрываем текстовую колонку и вытягиваем из скрытых Relab колонки дохода и расхода. Теперь кликаем на карточку, нажимаем Add Cover и выбираем себе заставку. Теперь давайте вернемся к копилке, которую мы создали в первом видео. Я объясню один важный момент, касаемо связи, которую мы не скрыли. Зачастую бывает так, что мы откладываем определенную сумму в одном месяце, но нам требуется взять часть ее в другом месяце. Например, мы положили в копилку в январе, а берем деньги из копилки в феврале. Нам нужно, чтобы Notion корректно понял это действие, чтобы оно не посчиталось новым доходом февраля и не повлияло на окончательный остаток января. Какие действия мы можем произвести в данном случае? Давайте для начала обратимся к таблицам учета финансов и создадим новые поступления и траты по следующему месяцу. Итак, вытягиваем февраль из скрытых групп дохода и расхода. Создаем новые условные позиции. Добавляем связь с февралем из таблицы баланса по месяцам и, соответственно, связь с общим доходом и расходом. Спускаемся в таблицу баланса и видим, что у нас автоматически начался учет финансов следующего месяца. И также мы видим в таблице общего учета, что доход и расход увеличился. Теперь пойдем в копилку. Колонку связи с балансом, которую мы не скрыли, перетягиваем на вторую позицию. И давайте допустим, что в феврале мы ничего не положили в копилку, но хотим взять из нее. Добавляем новую строку, пишем февраль, пропускаем колонку связи, вставляем дату, когда берем, указываем сумму в колонке взято и пишем комментарий на какие нужды. Я забрала всю сумму, чтобы было наглядно понятно. Вернемся к связи с балансом. Если мы свяжем эту строку с текущим месяцем, где у нас не было пополнений копилки, то в таблице баланса у нас пойдет минус, который, казалось бы, ничем не страшен. Но ранее мы высчитывали итоговый остаток, отняв от промежуточного копилку. А в копилке у нас сейчас минус, что наталкивает нас на правило. Минус на минус дает плюс. И если мы посмотрим на колонку с итоговым остатком, то мы в этом окончательно убедимся. Поэтому нам нужно связать эту строку не с текущим месяцем, а с тем, у которого мы взяли деньги. И буквально проговаривая, пишем. Мы берем деньги в феврале из копилки января. Теперь идем в баланс и видим, что остаток января стал больше. Что логично, так как эти деньги и не потрачены, и не в копилке. Совсем скоро мы обыграем этот момент с помощью переходящего остатка. А сейчас нам нужно сделать еще одно действие. Показать, что деньги из копилки будут тратиться в январе. Мы идем в таблицу учета дохода февраля. Добавляем новую строку. Ставим дату, когда взяли деньги из копилки. В текстовой строке пишем из копилки. Далее указываем сумму изъятия и назначаем категорию, например, копилка. После добавляем связь с февралем, а колонку связи с общим доходом и расходом оставляем пустой. Тем самым копилка не будет влиять на общий учет финансов. Переходим к следующему шагу. В конце месяца есть два варианта развития событий. Первый – мы выходим в ноль. Второй – в остатке остается какая-то сумма. Первый случай предельно понятен и не требует дополнительных действий. А вот во втором теоретически мы этот остаток должны либо отложить в копилку, либо перенести на следующий месяц. Если мы откладываем в копилку, то мы вносим запись в таблицу «Движение по копилке». Но как правильно перенести остаток из одного месяца в другой, чтобы он не считался доходом следующего? Давайте разбираться на примере заполненных месяцев. Итак, у нас в январе осталась определенная сумма. Мы не собираемся откладывать ее в копилку, мы хотим воспользоваться этими деньгами в феврале. Мы поступим таким же образом, как и с копилкой. Идем в таблицу учета дохода февраля, добавляем новую строку, ставим дату начала периода, в текстовой строке пишем переходящий остаток, далее указываем сумму и назначаем категорию, например, остаток. После добавляем связь с февралем, а колонку связи с общим доходом и расходом оставляем пустой, чтобы остаток не влиял на общий учет финансов. Благодаря колонке категория мы можем сделать фильтр, который будет показывать чистый доход по месяцам в случае необходимости. Справа от таблицы нажимаем фильтр, выбираем колонку категория и ставим галочки на те теги, которые отвечают только за доход. Теперь возле названия месяца нажимаем на цифру и выбираем сам сумма. И сразу делаем отображение суммы в таблице учета расходов. Готово! Теперь, когда остаток стал переходящим, нам нужно визуальное подтверждение этому, чтобы Notion в конце каждого месяца автоматически отражал остаток, если он имеется, как переходящий остаток. Сделать это мы можем с помощью формулы. Здесь нам поможет функция вложенный if, о котором я также рассказывала в видео о трекере привычек. Ссылка в описании. Итак, идем в таблицу баланс по месяцам, создаем колонку со свойством формула и называем ее переходящий остаток. Буквально я хочу сказать Notion, что если колонка с доходом пустая, то ячейка остается пустой. В ином случае, если сегодняшняя дата больше конечной даты периода и итоговый остаток больше нуля, тогда ячейка заполняется текстом переходящий остаток плюс суммой остатка плюс текстом соответствующей валюты. В ином случае, если ни одно из условий не срабатывает, то ячейка заполняется итоговым остатком, который мы объединили с текстом. Нажимаем на пустую ячейку и прописываем формулу. Готово. Смотрим, что у нас получилось. Ячейки с марта по декабрь остались пусты, так как выполнено условие, что если доход не заполнен, то они остаются пустыми. Январь и февраль несут в себе итоговый остаток, то есть вступил в силу третий аргумент, так как условие расход больше нуля и текущая дата больше конечной даты периода не выполнена. Видео я записываю в декабре 2022 года. В случае, если бы были выполнены оба условия и по дате и по остатку, тогда в ячейке автоматически прописался бы переходящий остаток. Сейчас я для наглядности создам два дополнительных месяца – ноябрь и декабрь 2022 года, чтобы было понятно, как сработала формула. Теперь мы видим, что условный остаток ноября автоматически поменялся на переходящий, так как выполнено условие остаток больше нуля и сегодняшняя дата больше конечной даты периода, то есть 30 ноября. По декабрю мы видим остаток, так как декабрь еще не закончился. Если в конце месяца остаток будет равен нулю, то ничего не поменяется. Но если останется какая-то неучтенная сумма, то как только месяц закончится, он автоматически поменяется на переходящий. Вот так работает формула. Теперь колонку остаток 3 скрываем, чтобы она не путала нас и возвращаемся к балансу в виде галереи. Нажимаем на название таблицы, Edit View, Properties и делаем активным переходящий остаток. И давайте для удобства назовем базу данных баланс галерея и соответственно баланс таблица. Готово! Далее создадим ссылку на таблицу баланса в виде галереи, чтобы мы могли перемещать ее в любое место на странице. И также создадим фильтр по месяцам. Нажимаем на название таблицы, кликаем Copy Link to View, идем в любую свободную строку, вставляем ссылку и нажимаем Create Link to View of Database. Идем в фильтр, выбираем Select колонку месяцы и ставим галочку на условный текущий месяц. Пусть это будет февраль. Готово! Теперь создадим таблицу, которая будет вести общий учет по копилке и показывать, сколько осталось до цели. Создаем новую базу данных в табличном представлении и даем два одинаковых название Копилка. Второе скрываем, колонку Text удаляем. Текстовую колонку называем также Копилка. В строке пишем статистика, а остальные две строки удаляем. Теперь создадим связь с таблицей движения в копилке. Добавляем свойство Relation, связываемся с таблицей, перетягиваем ползунок, нажимаем Добавить связь. Переходим в таблицу Движения в копилке, нажимаем на ячейку, добавляем статистику и растягиваем ее по всей колонке. Далее скрываем, возвращаемся в свежесозданную таблицу, добавляем колонку со свойством Rollup, называем ее Накоплено. Далее проходимся по списку Relation Движение в копилке, Property в копилке Calculate Sum. Отлично! Теперь мы видим в отдельной таблице общую накопленную сумму. Теперь давайте зададим цель, чтобы было веселее копить. Создадим колонку со свойством Number, называем ее Цель. Устанавливаем формат вашей валюты и прописываем сумму, которую вы хотите достичь. Далее, с помощью уже знакомой нам формулы вычитания, мы найдем сумму, которую осталось насобирать до цели. Создаем колонку со свойством формула, называем ее До цели 1. Нажимаем на ячейку и пишем формулу с округлением, где от колонки Цель отнимаем колонку Накоплено. И создадим еще одну колонку со свойством формула, назовем ее До цели 2. И с помощью функции формат объединим текст с числовым значением. Нажимаем на ячейку и записываем формулу. Готово. Теперь нажимаем на название таблицы, Edit View, Layout, Gallery. Далее, Card Preview, Page Cover и Card Size, Medium или Small. Возвращаемся назад, кликаем Properties, скрываем текстовую колонку и вытягиваем из скрытых R-Lab колонку Накоплено и колонку До цели 2. Потом кликаем на карточку, нажимаем Add Cover и выбираем заставку. Перед тем, как закончить вторую часть видео, давайте наведем порядок по рабочей зоне, уж слишком много таблиц на одной странице. Для начала обернем учет дохода и расхода в выпадающие списки, чтобы таблицы не выглядели такими объемными и мы могли их открывать в те моменты, когда они нам необходимы. Перетаскиваем их в самый низ таблицы. Теперь придадим таблице баланса вид отдельной странице, так как мы лишь изредка будем туда заглядывать. Нажимаем на 6 точек рядом с названием и выбираем Turn Into Page. Превратить в страницу. Заходим на свежесозданную страницу и дополняем ее иконкой. То же самое делаем с таблицей движения в копилке. Ставим эти две страницы перед учетом дохода и расхода. И наконец создадим три столбца на странице, чтобы слева разместить три готовые карточки. В первой строке нажимаем плюс, пишем три и выбираем далее по списку три колонки. Перетягиваем в первую наши карточки. Если мы поиграем с ползунком, то увидим, как меняется ширина карточек на странице. В третьей части мы начнем вести учет расходов по категориям. Создадим кнопку для шаблона таблицы, статистику по категориям за год и напоминалку. В конце кратко расскажу, как пользоваться шаблоном, если вы решили его скачать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Ну и если видео было полезным, то буду рада вашим отзывам, лайку и подписке. Спасибо за просмотр! Всем пока!